Как работать индикаторной отверткой? Обычная отвертка-индикатор представляет собой изолированную прозрачную рукоять, через которую пропущен стержень с жалом отвертки на конце. В корпусе рукоятки находится резистор сопротивления, понижающий силу тока до минимальной, безопасной для человека величины. За ним идет непосредственно индикаторная лампа, прижимная токопроводящая пружина и контактная пластина. Принцип работы простейшей индикаторной отвертки заключается в прохождении тока через жало и элемент индикации с последующим его уходом через тело мастера, которое является заземлением. В этом случае человек пальцем замыкает цепь, за счет чего и происходит загорание лампочки. Такая отвертка устроена максимально просто, но и сфера ее применения ограничена. Таким инструментом можно лишь определить фазу и ноль, да и то последний методом исключения. Более широким функционалом обладают варианты со встроенными элементами питания. Они позволяют определять наличие тока в проводнике, не касаясь его жалом. Для поиска скрытой электропроводки отвертка-детектор со встроенным элементом питания также подходит. Как известно, проводник, находящийся под напряжением, излучает электромагнитное поле. Именно это поле и улавливает детектор. Но точность поиска оставляет желать лучшего. Как проверить индикаторную отвертку? Прежде чем приступать к поиску фазы, необходимо обязательно убедиться в исправности индикаторной отвертки. Для этого достаточно прикоснуться жалом к проводу, заведомо находящемуся под напряжением. Отвертки с батарейками проверяются проще. Нужно дотронуться одновременно до контакта над торце рукоятки и до жала. Если инструмент рабочий, на его лицевой панели загорится за счет индукции свет индикатора. Чтобы узнать, как работать индикаторной отверткой, рассмотрим основные виды проверки. Основные виды проверки Проверить наличие фазы на проводнике можно несколькими способами. При использовании тестера с неоновой лампой подойдет только контактный способ. А вот индикаторы со встроенными батарейками позволяют определить присутствие напряжения, не прикасаясь к самому проводнику. Разберем на примере обыкновенной розетки. Контактный способ. Чтобы определить фазу в сети переменного тока, необходимо прикоснуться щупом отвертки непосредственно к одной из клемм розетки. Если светодиод загорелся, это фаза. В противном случае на выбранной клемме ноль. Следует помнить, если провод отключен от сети, либо же цепь оборвана, индикатор не будет гореть и на фазовом проводе. Бесконтактный способ. Этот способ позволяет определить наличие переменного напряжения без прямого контакта с проводником. Отвертка берется за жало и подносится пятачком контактом ручки к розетке. Индикатор загорелся, напряжение есть. Такой вариант подходит для поиска скрытой проводки в стене. Помните, трение корпуса отвертки о какую-либо поверхность приводит к возникновению статического напряжения, из-за чего возможны ложные срабатывания. Точность поиска проводки в стенах дома бесконтактным способом минимальна, а совсем бесполезна, если в стеновых панелях есть арматура, искажающая сигнал. Как пользоваться индикаторной отверткой? Кроме вариантов для работы с бытовыми электросетями, существуют индикаторные отвертки для использования в автомобиле. Они рассчитаны на поиск неисправностей проводки в сетях постоянного тока от 6 В до 24 В, а также для определения полярности проводов. Вместо контакта на рукоятке из ее торца выходит провод с зажимом-крокодилом. Чтобы найти все плюсовые провода в авто, необходимо подключить клеммы аккумулятора. Зафиксировав зажим отвертки на корпусе машины, поочередно прощупать все необходимые провода. Сигнал индикатора свидетельствует о плюсе. Подобным образом осуществляется поиск минусовых клемм, с разницей в том, что крокодил при использовании автомобильных тестеров подключается к плюсовой клемме аккумулятора или плюсовому проводу. На корпусе прибора имеется переключатель вольтажа, как правило, 6 В, 12 В и 24 В. Его необходимо установить в положение, соответствующее напряжению сети автомобиля. Во избежание короткого замыкания при работе с проводкой автомобиля плюсовую клемму аккумулятора необходимо отключить. Поиск фазы и нуля Что же касается бытовой сети, поиск фазы и нуля заключается в простой поочередной проверке проводов прикосновением жалоотвертки к их токонесущим частям. Если индикатор горит, это фаза. Следовательно, второй провод является нулевым. Помните, индикатор может показывать фазу на обоих контактах. Происходит такое, когда оборван нулевой провод. Если на одном из проводников свечения заметно слабее, это свидетельствует о возникновении наведенного напряжения от фазы. Как правило, случается это при плохом заземлении нуля. Определение утечки При возникновении пробоя на корпус электроприбора происходит утечка тока. Определить ее можно, прикоснувшись с жалом пробника к контакту заземления розетки. Если индикатор засветился, есть утечка. В поиске причины поможет метод исключения. Все электрические приборы отключаются от сети, а затем поочередно включаются. Каждый раз проверяется утечка описанным способом. Ищем обрыв провода. Если на входе в дом или квартиру ток есть, а в розетках комнат нет, это свидетельствует об обрыве контакта. Место повреждения проводника приблизительно позволяет найти отвертка-индикатор. Для этого жало проводится по месту укладки провода, замурованного в стену. На обрыве индикатор перестанет гореть. Чтобы проверить целую линию проводки, нужно взять индикатор с батарейкой. Дом необходимо обесточить, взять оголенный провод в одну руку, а с жалом отвертки провести по жиле. Индикатор перестанет гореть на обрыве. Проверяем удлинитель. Чтобы проверить работоспособность обыкновенного бытового удлинителя, нужно вставить тестер в одно из его отверстий, а потом в другое. Если в одном есть ток, а в другом нет, то все работает правильно. Второй вариант проверки чуть сложнее, и для него нужно обесточить удлинитель. Затем кусочком проволоки замыкаются контакты одной из розеток. Пальцами берется один электрод вилки, а ко второму нужно прикоснуться отверткой. Индикатор загорелся, удлинитель исправен. Кроме поиска фазы в электросети, индикаторные отвертки обладают и неочевидными функциями. Проверка исправности ламп накаливания. Этим способом можно проверять обыкновенные лампы накаливания прямо в магазине. Нужно взять в руку индикаторную отвертку, пальцем коснуться контакту на рукоятке, а с жалом дотронуться до центрального контакта лампы. Второй рукой взять лампу за металлический цоколь. Лампа будет исправна, если индикатор загорится. Проверка нагревательного ТЭНа. Проверить нагревательный ТЭН на исправность, не вытаскивая его из нагревательного прибора, имея под рукой индикаторную отвертку, очень просто. Нужно палец положить на ее торцевой контакт, с жалом коснуться одного из контактов ТЭНа, а второй рукой дотронуться до другого контакта. Индикатор загорелся, ТЭН исправен. Внимание! Перед проверкой нужно обесточить оборудование и отсоединить от нагревательного элемента все провода. Определение правильного положения выключателя. При монтировании выключателей для удобства их устанавливают таким образом, чтобы в положении вверх они замыкали цепь, а в положении вниз размыкали. Пробник позволяет до монтажа определить, какое положение за что отвечает. Жалом отвертки с пальцем на торцевом контакте нужно дотронуться до одной из клемм выключателя, а скрепкой в другой руке – ко второй клемме. Индикатор горит только во включенном состоянии. Проверка напряжения на изолированном проводе. Иногда случается так, что при ремонте под слоем старой штукатурки находится неизвестный провод. Перекусывать его можно только в том случае, если он обесточен. На помощь опять приходит отвертка с индикатором. Инструмент берется рукой за жало, а торцевой контакт прислоняется к проводу. Свечение индикатора сигнализирует о наличии тока в проводнике. И проводя работы с электричеством, всегда соблюдайте технику безопасности. Теперь вы знаете, как работать индикаторной отверткой, остается выбрать подходящую для себя модель. Ссылка на статью в описании. Надеюсь вам понравилось это видео, напишите в комментариях видео. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Заходи к нам почаще.